Добрый день, меня зовут Ая Балтобек, я иммиграционный юрист Соединенных Штатов Америки, а также основатель компании Балтобек Ло. Сегодня мы поговорим о чрезвычайно важной теме, которая касается многих молодых людей, приехавших в Соединенные Штаты. Речь пойдет о статусе Special Immigrant Juvenile, что по-нашему можно перевести как особый статус несовершеннолетнего иммигранта. Этот статус представляет собой особый юридический инструмент, который может позволить многим детям, приехавшим в США, претендовать на грин-карту в США. Для цели данного видео я буду называть данный статус CIG. Special Immigrant Juvenile. Если вас интересует тема иммиграции в США, подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки всем моим видео. Кому очень хорошо подходит данная категория грин-карт? Первая категория — это сами дети. То есть, например, вам сейчас 17, 18, 19, и у вас есть доказательства того, что один из родителей вас забросил, тогда вы можете попробовать получить грин-карту именно через данную категорию кейсов. Вторая категория, а лист, к вам подходит CIG, — это родители-одиночки. Например, выпили сегли границу с Мексикой в одиночку, без второго родителя, но со своими детьми, тогда вполне возможно вам стоит уже начинать данный кейс для своих детей с тем, чтобы, по крайней мере, у детей была более гарантированная вероятность получения грин-карты, потому что у всех, понятное дело, есть кейсы. Далеко не все могут защитить свой кейс в депортационном суде. Либо другая ситуация. Вы находитесь в юрисдикции депортационного суда, но вы не знаете, когда вам назначат дату суда. То есть, вполне возможно, что период ожидания, рассмотрение вашего дела затянется на долгие годы. И пока вы ждете, вы, может быть, сможете получить грин-карту для своих детей. Процесс получения статуса CIG включает в себя несколько этапов. Необходимо будет обращаться как и в семейные суды, так и в службу гражданства и иммиграции. Процесс начинается с получения решения суда по делам несовершеннолетних. В решении суда должно быть указано, что один из родителей, или, может быть, даже оба родителя, забросили данного ребенка. И под ребенком имеется в виду человек до 21 года на территории США вне брака. После того, как у вас на руках есть решение семейного суда, либо суда, который занимается делами несовершеннолетних, подается форма I-360 в службу гражданства и иммиграции. Петиция, поданная в службу гражданства и иммиграции, должна содержать доказательства решения суда и также того, что человек до 21 года, то есть ребенок, соответствует всем критериям CIG. После того, как USCIS рассмотрела петицию I-360 и одобрила эту петицию, у заявителя появляется право просить грин-карту. Учитывая, что существуют годовые лимиты на грин-карты на данную категорию, вполне возможно, что заявителю придется подождать какой-то период времени, прежде чем у него возникнет возможность просить грин-карту. Важно помнить, что для того, чтобы претендовать на данную категорию грин-карт, заявителю должно быть менее 21 года на момент вынесения решения семейным судом или судом по делам несовершеннолетних, а также на момент подачи формы I-360 в службу гражданства и иммиграции. И другим критерием является, что данный заявитель не должен быть в браке на протяжении всего периода рассмотрения его петиции. Вы теперь знаете, что есть еще одна категория, по которой можно получить грин-карту для себя, если вы ребенок, то есть вам до 21 года, либо для ваших детей. Если вы считаете, что вы подходите под данную категорию, вы можете связываться с моими ассистентами. Контакты указаны в описании к этому видео, и мы разберем вашу ситуацию. Если вы все еще не подписаны на мой телеграм-канал, переходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь. Там вы найдете еще больше полезной информации об иммиграции в США.